Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Си Цзиньпин призвал Шольца прекратить подливать масло в огонь украинского конфликта. Трехдневный визит немецкого канцлера в Китай завершился его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, на которую оба лидера обсудили украинский конфликт и перспективы экономического сотрудничества. Любопытно, что инициативу относительно урегулирования украинского конфликта на этот раз взял на себя китайский лидер, который до этого придерживался уравновешенной позиции, выслушивая угрозы страны западных политиков, касающиеся возможного принятия санкций в отношении Китая за поддержку, которую он оказывает России. Китайскому лидеру призывы и угрозы страны западных политиков, по всей видимости, надоели, и теперь он начал свое контрнаступление на дипломатическом фронте. Си заявил, что немецкому правительству следует прекратить подливать масло в огонь украинского конфликта путем дальнейшей военной поддержки киевского режима. Вместо этого, а также вместо поддержки бесперспективной и нежизнеспособной мирной формулы Зеленского, Си предложил Шольцу поддержать китайский мирный план, направленный на установление мира и стабильности. Си заявил, что европейские лидеры должны не снабжать Украину новым оружием, а наоборот остудить конфликт, создав необходимые условия для прекращения боевых действий. Германия, по словам Си, как экспортно-ориентированная страна, как и Китай, также должна выступать за мирное урегулирование для восстановления нормальных хозяйственных связей и работы транспортных коридоров. Шольц с позицией главы КНР в целом согласился, но при этом обратился к Си с дежурной просьбой оказать давление на российского президента для досрочного завершения им спецоперации на Украине и предотвращения военного столкновения с силами НАТО в Восточной Европе. Комментируя итоги визита Шольцов КНР немецкие аналитики отметили, что Шольц намерен сохранить экономическое сотрудничество с Китаем, несмотря на давление Белого дома. Шольц понимает, что немецкая экономика не выживет в случае закрытия для немецких предприятий китайского рынка.